Я в короне, дамы и господа. Я еще не завтракала, не пила кофе. Наверное, сегодня в кафе схожу, не хочу дома завтракать. Накрасилась только, еще не до конца, еще не сделала ресницы и губы все в тоналке. Вот, так сегодня начинается мое утро. Поиски вчерашнего чека завершились ничем. На моем банковском счету он так и не образовался. Наверное, надо метнуться в банк, узнать, где же оно. Мне, знаете, многие написали, что есть варианты, чтобы не пользоваться чеками. Знаете, в чем проблема существует в моем личном бизнесе? Вот в повседневном, да? Не в дополнительных проектах, когда летние лагеря, а там это другое. Что очень часто дети, особенно вот старшие, которые 10 лет, они приходят просто с конвертом, с уже выписанными родителями чеками. Я не могу родителя в каком-то дигитальном виде это сделать. То есть, наверное, теоретически можно делать это через интернет, как-то удаленно. Но это все добавляет тоже. Смысл-то убавить работы, да? Вот многие говорят, что не надо пользоваться чеками, а не добавить. А не убавить одну и добавить другую. Вот, поэтому очень часто... А некоторые приходят в начале года, просто вот ребенок приходит или родитель, да, с пачкой уже там сколько у нас, 10 месяцев мы работаем, на 10 месяцев, да, оплата. Если оплату брать каждый месяц и переводом на счет, то это надо сводить количество оплаченных, с количеством детьми, которые ходят, с записями. Это тоже дополнительно, это тоже как бы, да, вместо того, чтобы вложить чеки, ты должен сидеть и сводить все, что есть, чтобы делать тоже двойную работу. А так надо сводить только, по сути, да, вот у тебя списки детей, каждому ребенку у тебя платеж и пошел. Вот, наличными каждый месяц я не принимаю. Кредитными картами, знаете, тоже особо никто не рвется платить вперед на год, а делать вот этот как, я не знаю, как это... Обязательство, когда у тебя каждый раз с карты снимается, тоже это для моего бизнеса не подходит, потому что это невыгодно выходит. Берут очень большой процент с этого, и это не подходит. Поэтому вот, мы остались по системе по старинке, хотя у нас вся бухгалтерия, ну, как это называется, дигитальная, да, все эти чеки, все отсылается на почту, все это занесено, все это напрямую может видеть наш бухгалтер, но не в этом дело. Что я хотела сказать, что да, все программы, они еще не работают на Apple. Плюс ко всему, все программы, которые в Израиле написаны для нашей бухгалтерии, они все работают только на PC. Они не работают на Apple, и это дополнительная проблема, потому что надо иметь отдельный компьютер, и мы не можем никак от PC избавиться, потому что у нас там стоит вся наша бухгалтерия. Вот такая вот куча проблем. Мне сегодня надо заехать в Икею, потому что моя тетя хочет картофельчистку, и у них в Москве таких уже нет. Я надеюсь, что у нас еще есть, но я тоже не уверена, и я хочу купить... Ой, сейчас я вам расскажу историю. Ой, офигеть. Я хочу купить еще соломон. Я у них покупала копченый соломон, у них наконец-то они завезли, у них... Раньше был хороший, потом они притащили какой-то израильский совершенно. У меня еще после этого вируса еще никак голос не остановится. Так вот, потом они притащили какой-то израильский ужасный, и сейчас вернулся норвежский нормальный опять. И я его набрала в прошлый раз, когда была целую кучу, и съела, я не знаю, наверное, 200 грамм съела за раз. Он хоть и холодного копчения, но он соленый. И я такая... Где у меня здесь кулон? И я такая наелась и думаю, а теперь хочется пить. Я все равно думаю, а у меня завтра презентация очков, и мне надо будет мерить очки. Что будет на утро с моим лицом? Представить себе сложно. Было феерично. Я не знаю, заметил кто-то или нет, ну, в том видео, где я мерила очки. У меня была такая пухшая морда, потому что я весь вечер ела соленую рыбу, и всю ночь пила воду. Я такая вечером всю ружу, пересом думаю, да-да, нормально, полет проходит нормально, что будет на утро представить страшно. Вот, ну ничего, бывает, бывает и такое. И еще, знаете, у меня такой вопрос к вам. Я вчера встретила одну знакомую девочку, она лет, наверное, 10 меня помладше, и она, по-моему, сделала нос. И что в такой ситуации, говорят? Тебе хорошо с новым носом? Значит, со старым было плохо, а со старым не было плохо. И я вот думаю, или делать вид, что ничего не заметил, это, знаете, такая ситуация, странная, или делать вид, что ничего не заметил, или надо сделать какой-то комплимент, и этот комплимент будет звучать из раздела «Как ты похудела!» Вот мне, когда люди такое говорят, из-за того, что я когда-то давно сбросила 3 килограмма, мне хочется сказать, неужели до этого я была такая безумно жирная? Вот одна девушка тоже, блогер из Америки вообще, она сбросила какие-то там дикие 30 килограмм, что-то такое там, очень много. И она говорит, когда меня люди встречают, говорят, какая ты красивая, как ты похудела? Она говорит, я думаю, какая же я ужасная была до этого. Да, я ей написала, не волнуйся, фигня, я похудела в свое время на 3, и мне то же самое говорят. Поэтому ты не была ужасная, никто не был ужасный. Просто этот комплимент, когда тебе хотят сделать этот комплимент, он звучит очень неуклюже и дебильно. Вот то же самое с носом. Вот я думаю, что ей сказать, какой красивый у тебя нос. Вот реально у нее до этого был нормальный, но она его немножко подправила. Я стою думала, то ли сделать вид, что я не замечаю, то ли надо что-то сказать. Такая дурацкая немножко ситуация, но я ничего не сказала, поэтому напишите, что вы в такой ситуации сделали. Как на это реагировать, потому что, да. Ладно, там, когда человек постоянно накачивает губы, да, и очередной раз он их подкачнул, и ты как бы, ну, это даже не обсуждается. А когда вот такое изменение, которое кардинальное, и оно уже никуда не изменится назад, я не знаю, как на это реагировать, я такая встаем. И куда? Ты замечательно выглядишь. И все. Бонни, на тебе так много черного, что тебя даже не видно. Камера не хочет даже фокусироваться, потому что ты большая черная пиявка. Где твой белый кончик хвостика? Вот он. Я мешаю тебе спать. Я знаю, ты несчастный пес, который всю ночь работал. Потом погулял на улице с собачками, и потом опять пошел, наверное, работать. Знаете, у нашего мопса вот эта складочка, вот эта, которая у него над носом, она раньше проходила вот сюда под глазами, вот видите, вот это шрам. Вот он. Ее отрезали, потому что... О, я еще одного разбудила. Еще одного разбудила. Вот она. Вот она. А что у тебя носик сухой? Это нехорошо. Потому что... Вот она. Потому что она глаз мех толкала, и у него были из-за этого проблемы с глазами, поэтому ее подрезали. И теперь он вот такой вот смешной. И у него складочка только над носом, потому что здесь ее убрали. Ну, это давно уже было, прям лет, не знаю, восемь назад. Вы знаете, что супер обидно, что я всегда держу телефон другой рукой. И вы никогда не видите мое красивое кольцо. Я его очень люблю. Прямо вау. Но оно всегда за кадром. А в кадре рука вторая. И поэтому все всегда считают, что я постоянно рекламирую часы. Нет, не постоянно. Я бы рекламировала кольцо, но это правая рука, а это левая. Я правша, поэтому на левой руке у меня часы, поэтому вы видите часы. И очки. И я тоже не рекламирую. Я просто не хожу. Выползла, короче говоря, я в кафе. Сейчас у меня будет мой стандартный завтрак, слуд, кофе и все. И потом увидимся где-нибудь мы с едой увидимся где-нибудь в обед. Вот. Зимы, кстати, сегодня пока еще нет. Но, говорят, на днях уже будет дождь. А мне надо будет заехать в выходные в Кейсарию, потому что после сбора показалось, что мы, ну, не мы лично, а мы нашей командой забыли там чертову тучу вещей и даже мы лично несколько предметов. в этот раз там осталась дорогая бутылка для воды в зале наша. В прошлый раз я там оставила свою подушку. Это просто, видимо, какой-то уровень тупости, который невозможно, на который невозможно повлиять, когда ты собираешь все и всех все равно что-то свое ты оставляешь. И в конце, вроде бы, ты прошелся по всем комнатам, не прошелся по залу, да-да-да, но потом в конце по-моему, нет моего флота. Не к добру я слышала сейчас то, что они говорят. Короче говоря, потом в конце тебе звонят оттуда и говорят, мы все равно нашли кучу ваших вещей. Но, видимо, это дети, нечего делать, так оно. Ну, в общем, вот, есть мой флот. Это сыр. Это оливки. И это очень вкусно. В общем, дамы и господа, тут пусто. На моменте, когда я вам показывала флот, позвонила мама, и пока я с мамой говорила, я все слопала и почти выпила свой кофе. Скажу еще раз, кофе в Ароме полное дерьмо, но мне лень переться в другой кафе, потому что это ближе всего, и здесь есть флот, который, как вы можете видеть, я очень люблю. И, насколько я знаю, его нет в Ароме из Рейля, но только в Ароме от Тель-Авив есть. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, нет. Но, знаете, сейчас совсем другое дело. Кофе выпито, еда съедена. Хочу ответить на вопрос. Меня тут спросили, не боюсь ли я снимать влоги из-за границы, когда я вот непосредственно уехала, и все знают, что я уехала, а вдруг кто-то меня грабит. Знаете, очень просто. Я, когда уезжаю, я все свои ценности складываю в косметичку и отправляю в сейф. Не дома. и поэтому, когда меня нет дома, ну что, диван мой потащу, телевизор сниму со стеной, пруд, как бы, что у меня есть в брати квартире, шмотки мои кому-то нужны, как бы, все, что у меня есть, я и отвожу к людям, у которых есть сейф. И там оно лежит и ждет, пока я не приеду и не возьму. Поэтому, банально, просто, или хотя бы даже не надо сейф, отвезите, если вы уезжаете, да, отвезите к кому-то, кто все время дома и тогда он будет спокойнее, припрячьте где-то у него, чтобы в пустой квартире то не лежало. Поэтому, как-то меня этот вопрос совершенно не напрягает, потому что брать у меня нечего. разве что, я говорю, диван можно вытащить, хотя бы тоже надо разбирать, он даже через окно не выходит. Ну, и разве что огромный телевизор тоже потащить куда-то можно. Но я не думаю, что эти вещи имеют какую-то ценность. Вот, больше у меня брать, я даже, я вам скажу, больше я даже айпады, компьютер, я сбираю с собой, айпады, телефоны, я тоже все с баковой и отвожу. Ничего дома не оставляю. Но вот так, потому что, ну, мало ли, даже без того, что кто-то меня выследит или что-то, а знаете, ну, какой-нибудь залезет, наркоман какой-нибудь или там что-то, зачем мне, чтобы меня воровали, мне не надо. Поэтому я всегда так делаю, если я уезжаю надолго, ненадолго, я это все сумочку и до свидания. И всем рекомендую, не оставляйте свои ценные вещи дома, когда вы уезжаете. даже на пару дней мне это кажется простым делом, очень простым делом. Мне тут написали, что серьги красивые, вот эти, спасибо. И это не израильские серьги, это российские серьги. Лет, наверное, 20 назад я была... 20 это было. Что такое? Короче говоря, я была на родине и папа мне их подарил. И вот с тех пор я их прям очень, очень люблю это серебро. Что-то еще у меня было вам рассказать. А, я тут кому-то отвечала в комментариях насчет чеков и написала, что я знаю, что в России не очень это в ходу. И я думаю, что вы не понимаете даже, как оно точно работает, потому что, ну, я тут там, у меня родственники, да, там, и вообще я с людьми общаюсь и знаю, что чеки и чековые книжки в России не очень в ходу. И человек мне написал, ой, я бы хотела вам помочь, а вы такая агрессивная. Вот я, я даже не знаю, вот как я должна писать, чтобы мысли донести, и чтобы человек не подумал, что я какую-то агрессию к нему несу. Другая дама вчера влезла вдруг в мой разговор с кем-то, видите, я в этом разговоре там спорили, обсуждали. Я несколько раз написала, что про дзюдо мы там говорили, да, что в Советском Союзе по сути не было дзюдо, а было самбо, и дзюдо занимались те, кто попадал уже в сборную непосредственно. И мне тут написалось, что мне это было не так, я говорю, ну, вот так и так, я, типа, получаю информацию от тренеров, которые тогда были спортсменами, но я сама тогда не была, не знаю, мне тогда не до этого было, поэтому, может быть, эта информация неправильная. И вот какая-то дама влезла и пишет, Ксении нельзя спорить, она всегда про банк, и она специалист во всем домов. Я несколько раз в этих комментариях написала, что я не проверяла эту информацию, я верю в лидернацию, что у меня тогда не было, и, может быть, я не знаю, и что я основываюсь только, как бы, на том, что мне говорят, и, может быть, это неправда. Но человек настолько себе нарисовал какую-то картину меня, что он не способен уже даже не прочесть, не понять, вот просто надо, что-то агрессивное написать. Вот. Ну, в этот случай, ладно, вот в случае, как написать комментарий так, чтобы донести, чтобы донести свою мысль, чтобы никто не обиделся, не подумал, что ты как будто агрессивный, я не знаю. Хоть многие говорят, что я очень политкорректный человек, но, видимо, где-то через комментарии моя политкорректность просеивается, и в печатном тексте она не звучит так, как в жизни. Не знаю. Но заранее скажу всем, даже если я спорю, даже если я что-то, я никогда не имею ничего агрессивного в виду. Поэтому, как бы это так ни звучало, не добавляйте никакой агрессии никогда в интонацию, потому что вы не слышите человека, и иногда можно сказать одну и ту же вещь, сразу интонация будет звучать или очень резко, или очень в шутку. поэтому я ни на кого агрессивна и ничего агрессивного не имею. И да, я очень часто спорю, мне кажется, что... Наоборот, я только рада. Знаете, когда не просто пишешь в ответе комментарий большое спасибо, там, большое спасибо, спасибо большое, а есть что, ответить, есть о чем поспорить, есть как-то, да, там, что-то, как-то. Мне кажется, это интересно, поэтому если я с вами не согласна в чем-то, напишите свои факты, я буду рада их почитать, потому что это развивает мозг, а люди сразу говорят, ну вот, вы так агрессивны, напишите, нет, да, мы пользуемся в России этими чеками, там, оплачиваем одно, второе, это разобьет только мое знание о другой стороне. Ладно, не суть важно, мир полон разных людей, видимо, со всеми в мире. Ничего показать витамины, которые я себе беру, вот эти лайф, они 130 штук, они здесь разные, если я беру самые обычные, хотя сказать, я не беру для 50 плюс возраст, нет, я не беру женские, я там не беру ничего такого, я беру вот эти, они сейчас 30% скидка, они выходят что-то 50 шекелей, и они, насколько я помню, список витаминов, они, ну-ка, где они сделаны? Американские, короче, сделаны в Нью-Йорке, так что разницу между ними и между давайте посмотрим, где сделан центром, Италия, я думаю, американские тоже нормально пойдут, нормально, а это я, вы даже не видите, у меня дырки и желтые ботинки, так, хотела показать еще раз мой шампунь, что я его здесь не вижу, куда дели шампунь, они же его переупаковали, вы знаете, когда видишь иногда, что что-то, ботаник, это не то, переупаковать, написано, новая упаковка и новый размер, ты сначала, вот он взбодрился, а потом понимаешь, что упаковка стала меньше, значит, вот этот, здесь написано, без силиконов, это тризиме, это кондиционер для волос, это шампунь, шампунем я пользуюсь реже, потому что он, ну мне надо, он как-то мне, знаете, такой, он, если у вас волосы по суше, более пористый, вам подойдет, мне меньше подходит, мама им пользуется, его любит, я простым детским и вот этим вот кондиционером и просто превосходно, без всяких силиконов обходимся, замечательно, замечательно, и волосы не пересыхают, и я довольна, и я голову мою каждый день, что-то еще хотела вам показать в нашем скромном суперфарме, да, мои любимые носки, вот эти, у них в составе, видите, хлопок, 40% по 38%, потом, модал, это разновидность вискозы, полиэстер и эластин, замечательный состав, хлопка много, но не очень, и замечательно, оно не сильно потеют ноги, в плане того, что ноги-то потеют одинаково, но из-за того, что мало хлопка, носки подсыхают, боже мой, кто там так кашляет ужасно, а вот эти вот наверняка уже, да, видите, 75% хлопок, это уж не очень хорошо, еще есть вот такие, но здесь тоже 75% хлопок, и другой уже совсем состав, поэтому упаковки по 2, и они выглядят вот таким вот образом, они тонкие, приятные, и вот в любые я их ношу в Оксфорде, куда угодно, прямо вот то, что нужно, все, выходим, о, лабелло появилось, смотрите, как много, вернулось, добро пожаловать, а про лабелло, я вам сказала, потому что у нас, когда был период сухости, вот этой дикой, исчезла лабелло, вообще, снесли все вместе со стендами, все скупили, все, 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 нигде вообще не было, ни одной штучки даже, и вот сейчас вернулось, у нас так каждый год, вот скажите, у вас тоже такое, я вчера вечером уходила, здесь не было ни одной вещи, каким образом утром, образовалась майка, штаны, еще какая-то майка, и какие-то штаны, то ли это в процессе, и еще, смотрите, что, пакетик, в котором лежали чипсы, короче говоря, вот так, ну, я думаю, это у всех так, поэтому сейчас чипсы выгрызти, собрать, вещи разнести, что, я даже не знаю, это, вот это, по-моему, стирку, а вот это, я даже не знаю, откуда пришло, потому что, если Мериса, нет, она в этом не спала, короче, я не знаю, откуда эти вещи приходят, можно на это по ошибке, здесь еще одна кофта, каким образом за полчаса с утра можно вот это все, вот это сделать, и тут, конечно, мопс, пошел дальше, Мериса, что это? Сушки, сушки, давай, бери сушки, пошли, смотрите, что уже появилось, крембо, нужно? Крембо, нет, оно сладкое, и нельзя, а ты уже объелась сладким, это мокко, но нам не надо, оно просто появляется только, только зимой, летом его не продают, а это что? Это такой, суши, что я не подарила, из-за девушки твоих, да, может быть, подарила, можно? А что с ним делают? Все функционирует, иди, покажи папе, я вас внимательно слушаю, а вы меня? Бонни, не хочешь ничего сказать? Ну ладно, куда ты пошел? Бонни, вернись, он так лучше видно, если вы думаете, что я доехала до Икеи, то нет, я пришла, вот эту штуку мне надо купить, я здесь много в центре сейчас, пожалуйста, здесь у нас сколько? Пол-литра, 12 шекелей, в Суперфарме 6 шекелей, 80 миллилитров, поэтому я предпочитаю брать здесь, и наряд дня сегодня, вот такой, я наконец-то надела куртку, новую, наконец-то. Я сейчас все уроню, смотрите, что я взяла, такой вот крем для рук, и вот такая вот штука, я думаю, я буду ее просто добавлять в разные тональники, но люблю я сиять. Значит, кабели взяла два, потому что это дешево, и потому что в прошлый раз, когда я покупала, я взяла один для айфона, а второй взяла такой, как он, ну, как для нового Самсунга, но это хорошо, что я его взяла, потому что я обнаружила, что у меня в GoPro в моей тоже такой же, и он у меня один, и очень коротенький, ошиблась, но очень кстати ошиблась, поэтому здорово, я на фоне взрослых подгузников вам это показываю. Ну все, оплачено, сейчас загрузиться в сумку, идти дальше. Я тут получила еще кофточки из Маркин Спенсера, цвет, правда, выглядит, но ужасно, это очень такой красивый, изумрудно-зеленый, и я взяла в этот раз размер 16-17, это 100% хлопок, и взяла вот такие вот еще коричневые, не знаю, в приступе какого безумия я взяла коричневый, но посмотрим. Очень классно, они мне вышли сейчас, что-то прям по 30 шекелей, и это, как я сказала, чистый-чистый, хлопок, вот написано. Класс. У меня перерыв на ужин, типа ужин, у меня тут три кусочка пастромы, ботатам, помидор, огурец. Вот такой вот ужин, приятный у меня аппетит, и мопс орет, мопс орет, потому что это мопс, и он просто любит орать. 8.30 у нас пробка. Знаете, что хотела сказать? Достаточно показать один раз собак в кадр, впустить. Люди начинают писать, одна дама пишет, что мой Бонни вот-вот уже скончается голодной смертью, что он сильно худой, и что вот просто надо его спасать, и ему капельницы чуть ли не ставить, и срочно его надо откармливать. Другой кто-то спрашивает, есть ли у собак коврики, или они лежат на полу. Я вот сужу и думаю, от какого варианта у людей появляются, от какого-то вообще, от чего они отталкиваются, когда у них появляются эти идеи, что собаки худые, страдают, голодные, без ковриков, и мучаются, я вижу твое выражение лица, и мучаются в этой жизни от плохой жизни, что у них даже нет своих кроватей, или ковриков. Так вот, хочу всех успокоить. Бонни кушает столько, сколько надо кушать Бонни. Он не страдает анорексией, или чем-то еще. У Чарли есть свой коврик, и даже кровать, причем большая, и у Бонни есть свой коврик, и он не живет на полу. Он вообще на диване живет. Да, Миша? Бонни у нас любит на кровати, на диване, он замечательно себя чувствует. И коврик свой, правда, он этот коврик таскает по всей квартире. Он его, вот где ему хочется лечь, он туда лапой перетаскивает коврик. Я раньше не могла понять, как коврик передвигается по квартире, пока я сама его не поймала на этом моменте, когда он просто вот так лапкой берет, и так, и задним ходом отходит, и тащит его за собой, кладет там, где он хочет лежать. Поэтому все есть. Собаки под ветеринарным присмотром. Здоровые, довольные. Мопс уже пожилой. А Бонни нет, Бонни еще молодой пацан. Просто у него морда здоровая. И вот. Такая вот история. С собаками все замечательно. И голодной смертью они не умрут. Так что, я вам обещаю, не умру. Вот. И даже мне, знаете, эта дама написала, я говорю, ну, они посещают ветеринара, и если бы что-то было не так, он бы сказал, а она знает наперед, она мне пишет. Просто ветеринар, слышишь, ветеринар наш, Геора, не хочет с вами спорить, и говорит уже, ладно. Слышишь, наш ветеринар не хочет со мной спорить. Вот так. У людей такие идеи, просто им кажется, что надо спасать весь мир, что сейчас все умру, что все остальные дураки. Но это не так. Это совершенно не так. Ладно. Продолжаем ехать в пробке. Но я вам честно говорю, собаки в полном порядке. Полная безопасность. Какая красивая пробка. А что стекло грязное? Дождик вроде был. Помой стеклу. У меня окно даже закрыто. Закрою себя. Может быть, завтра будет дождик. Кстати, сейчас как-то стала зима. Ты не заметил, Миш? Что зима стала приходить намного более мягко, чем раньше. Раньше было тепло, тепло, тепло. Потом одно утро встаешь, бах, трах, дождь, холод. А сейчас как-то прямо приятно стало. Вы знаете, бывает видео, которое я называю то самое видео. Это означает, что если видео не смонтировалось и не загрузилось нормально с первого раза, Мелис, что ты там делаешь? Специально. Жопа. То будь готов монтировать и загружать его пять раз. И вчера, вчерашнее видео, я монтировала и загружала пять раз. То звук отъехал куда-то, то музыка прошла и мешала, и там лицензии всякие, нарушения выскакивали, то одно, то второе, то третье. Пять раз я перемонтировала его, пять раз я его перезагрузила. Бывает. Это всегда происходит, это не бывает на второй раз. Нет, если сразу не сложилось, все, будь готов, что это будет долгая-долгая работа. И только я вчера, с первого раза оно у меня выскочило, там лицензия на музыку, я говорю, оп, это то самое видео, с которым я буду долго-долго мучиться. Все. Всем спасибо за внимание. Не забывайте поставить лайк, заглянуть ко мне в Инстаграм, Ксения Деви Инстаграм, и увидимся в следующих видео. Пока-пока. До ночи.